Первый у нас будет пациент, это котик Кузьма, ему около 19 лет, он метис, он наблюдается очень долго в нашей клинике по поводу хронического холонгиогепатита, лечится по этому поводу. У него есть хроническая болезнь почек, он получает неорал, на фоне которого у него образуются гранулемы в ротовой полости, некие образования, ему два раза проводили удаление этих образований, потому что они мешали ему кушать и приводили к бруксизму. По гистологии это доброкачественное образование. Итак, у нас предоставлены два снимка, это боковая рентгенограмма грудной полости и боковая рентгенограмма брюшной полости. У нас правая латеральная проекция в том и в другом случае. Укладка пациента вполне адекватная, почему мы говорим, что она адекватная? Если мы оцениваем рентген грудной полости, то мы видим, что у нас ребра практически наложены одно на другое, правое на левое, что у нас пациент никуда не ротирован, что у нас позвонки лежат ровно и расстояние между позвонками тоже вполне себе равномерное везде. Соответственно, мы можем говорить о том, что пациент лежит хорошо и ровненько. По поводу выборов параметров, то есть насколько у нас снимок добит, не добит, перебит и так далее. Снимок у нас выглядит хорошо, что грудной, что и брюшной полости. Мы хорошо видим как структуры костные, так и органы грудной и брюшной полости. У нас хорошая визуализация. Можно подумать, что если на рентген грудной полости можно чуть-чуть помягче сделать снимки, и вы будете правы в этом. Но нас немножечко другое место интересует. Наверное, многие уже догадались, какое. Поэтому для визуализации определенной этой структуры данное качество снимка нас устраивает, и оно нам полезно, что он немножечко более жесткий, чем можно было бы сделать на рентген грудной полости. Итак, что же мы оцениваем? Мы оцениваем силуэт органов, тени органов, и как хорошо они видны на рентгенограмме, что на грудной полости, что на брюшной полости. По поводу брюшной полости, что мы видим? Что контуры брюшной стенки у нас ровные, четкие. У нас хорошо видны многие органы брюшной полости, что говорит нам о том, что сирозная детализация у нас сохранена, она хорошая. У нас четко видна брюшная стенка внутренняя. И мы потом посмотрим с вами, или если вы зададите вопросы, и вам будет непонятно, где же она видна, я вам покажу мышкой, где ее видно. И из-за того, что у нас органы хорошо видны и в грудной, и в брюшной полости, мы имеем право говорить о том, что у нас нет свободного газа и свободной жидкости на данных рентгенограммах. По поводу позвоночного столба, мы знаем, что это возрастное животное, это котик, и мы видим, что у нас есть сужение межсуставных щелей, то есть на рентгенограмме брюшной полости значимое сужение. Вот здесь у нас есть усиление на концевых пластинах, они такие яркие, белые, и у нас есть разрастание вентральных поверхностей позвонков. Вот такие вот штучки, которые могут срастаться и дальше приводить к болезненности. По брюшной полости мы каждый орган оцениваем отдельно, насколько он хорошо виден, насколько он хорошо различим на фоне окружающих тканей, и его описываем. Первое, лучше придумать себе какую-то схему, по которой вы описываете рентген, как с УЗИ, например, по УЗИ многие начинают смотреть с мочевого пузыря, или наоборот с печени. Тут такая же примерная история, если вы себе разработаете план, вам будет гораздо удобнее потом по плану этому описывать рентгенограмму, и это будет гораздо быстрее. Итак, мы начнем с печени. Печень у нас хорошо видна, она не увеличена, возможно, немножечко уменьшена, но это достаточно такая субъективная оценка по поводу небольшого уменьшения, в любом случае она точно не увеличена. Мы видим, что острый краешек, плотность печени немножечко выше, чем плотность жировой ткани, и немножечко выше или сравнима с плотностью почек, что может указывать на то, что она немножечко все-таки повышенной плотности. И что самое интересное, что в области желчного пузыря, там, где должна быть, собственно говоря, где желчный пузырь лежит, который мы в норме на рентгене никогда не видим, да, или в крайне-крайне редких случаях, когда у нас там, допустим, есть газ брюшной полости, и желчный пузырь у нас подчеркнут этим свободным газом, то в данном случае мы видим эту зону очень хорошо за счет того, что там есть некие включения минеральной контрастности, и очень их много. Плюс вот эти вот включения минеральной контрастности, они как-то расположены немножечко хаотично, что указывает нам на то, что, скорее всего, у нас есть минерализация пузырного протока, возможно, общего желчного протока, да, и внутрепеченочных желчных протоков. В остальном у нас печень расположена там, где и надо быть, то есть она расположена под реберной дугой, и, собственно говоря, желчный пузырь расположен в зоне анатомической нормы. По поводу селезенки, на боковой рентгенограмме у нас селезеночка видна непрямо очень хорошо, но в этом нет ничего страшного. Очень часто у кошечек селезенка видна вдоль брюшной стенки. В данном случае, даже несмотря на то, что это котик, даже несмотря на то, что рентген сделан под анестезией после того, как у него удалили образование в ротовой полости, селезенка у нас не увеличилась. Мы бы предполагали ее видеть вот тут вот вдоль брюшной стеночки, но она не видна. Мы знаем, что вот тут находится голова селезеночки, вот в этой области, да, поэтому мы имеем право говорить, что тень селезенки у нас плохо определяется. Это не патология, ну, нужно быть внимательным, да, там вдруг у пациента вообще удалена селезенка. И края, естественно, тоже плохо определяется, потому что мы просто не видим орган. По поводу петель тонкого кишечника. Петли тонкого кишечника хорошо различимы. Вспоминаем про серозную детализацию, мы видим, что наружная стеночка кишечника у нас хорошо видна, и это говорит о том, что серозная детализация у нас хорошая, что она выражена. В просвете мы видим содержимое газовой контрастности. Мы знаем, что по рентгену мы не можем адекватно оценивать толщину стенки желудка и кишечника, потому что смешанное содержимое – это газ, это дебрис, это жидкость, да, все это накладывается на стенку и имитирует ее толщину, да, то есть она может выглядеть очень толстой или яркой, но при этом таковой не является, да, поэтому мы просто оцениваем, что у нас видна хорошо наружная стенка и внутренняя стенка тонкого кишечника, соответственно, и кишечник у нас так немножечко локализован в кучку одну, да, и мы можем написать, что петли кишечника немножечко смещены. По поводу надпочечника. Надпочечники у нас располагаются краниальные почек, вот у нас хорошо видны вот тут вот почечки, мы их чуть попозже обсудим тоже, и краниальные почек, мы видим тоже такие точечки минеральной контрастности, вот это как раз и будет область надпочечников. Мы знаем, что у гериатрических котиков и у хорьков это может быть вариантом нормы минерализации, в отличие от собачек, да. По поводу почек. К сожалению, опять же-таки, у нас предоставлена только боковая рентгенограмма, в идеале нам нужно и прямую рентгенограмму смотреть, если мы оцениваем почки, их размер и форму, но будем, собственно говоря, оценивать то, что есть. На данной снимке у нас очень хорошо видны почки, прям красивенькие, хорошенькие, ровненькие, и у нас одна почечка накладывается на другую. В норме правая почка может быть чуть выше или чуть корниальнее, чем левая почка, и они как бы вот тут вот она выбухает, и это тоже норма, в этом нет ничего страшного. Почки нормальной длины, плотность кажется немножечко повышенной, но это тоже такое немножечко, может быть, субъективное мнение мое, да. Это возрастной котик, поэтому это нормально, что почки будут более плотные на рентгене, потому что там скапливается жировая ткань, и это норма для котиков. Мочеточники. В норме мочеточники на рентгене не видны на рентгенограмме. Если они не расширены, если нет никакой минерализации, мы их не видим. Мы смотрим ту область, где у нас должны быть, собственно говоря, мочеточники, да, то есть мы от почек ведем к мочевому пузырю, и здесь никаких включений, никаких трубчатых структур мы не видим. Область надпочечников, тут вот ошибочка, да, если вы заметили, что у нас есть изменения, это включение минеральной контрастности, соответственно, микролитики. Мочевой пузырь очень хорошо виден, вот он кругленький, хорошо наполнен, форма у него округлая, контуры четкие, ровные, у ролитов никаких контрастных включений мы не видим. Тень мочевого пузыря не смещает кишечник, кишечник наоборот немножечко накладывается на мочевой пузырь, и это нормально, да. Уретро не визуализируется четко, но можно предположить, или там, если очень внимательно посмотреть, или если изменить настройки рентгена, да, поиграться, то мы, естественно, понимаем, что уретро у нас вот в этой вот области. Также в области уретро мы не видим никаких минеральных включений, мы не видим никаких изменений плотности тканей, собственно говоря, смещения окружающих структур мы тоже не видим. Желудочно-кишечный тракт. Собственно говоря, тут начинается у нас самое интересное. Почему? Потому что мы видим хорошо желудок, мы помним, что у нас животное пришло на процедуру под анестезией, поэтому он голодный, да, котик. Что мы ожидаем увидеть? Что желудок у нас будет либо совсем спавшийся, либо может быть некое содержимое, в данном случае у нас содержимое газовой контрастности, то есть, скорее всего, это воздух. Наличие небольшого количества воздуха – это норма для животного, но именно небольшое количество. Если воздуха много, то это уже нужно расценивать как проблему, как патологию, искать ее причины. И что же мы видим вот тут? Самое интересное, да, что если мы посмотрим на грудную полость, то мы видим уплотнение, скажем так, да, то есть, сходно с мягкими тканями вот это вот место, да, это область пищевода, да, и по плотности данная структура похожа на печень или там чуть ниже плотности сердца, ну и как бы странно, что оно здесь расположено, да. Что нам опять-таки нужно сделать? Нужно сделать прямой снимок для того, чтобы определиться, где же точно эта структура расположена. Самый лучший вариант, если мы подозреваем, что это некое образование, конечно же, нужно делать три рентгенограммы. Это правая, левая и вентрадорсальная рентгенограммы для того, чтобы нам четко определить, что это такое. Считается, что если это новое образование, да, или какое-то в принципе образование, то оно должно быть видно минимум на двух ортогональных проекциях. Значит, смотрим внимательно, да, у нас есть боковой снимок брюшной полости, снимки сделаны один за другим. В данной области мы ничего не видим, да, вот у нас легкие, их каудальная часть, область пищевода, и здесь все чистенько. И мы видим, что при этом на снимке латеральном грудной полости, сделанной там с разницей в несколько секунд, мы видим вот такое повышение плотности. О чем это говорит? Это очень важно, и очень важно знать, что у нас как раз есть подряд несколько снимков, сделанных, да, с разницей в несколько секунд, что вот так вот будет выглядеть у нас хеотальная грыжа, да, то есть она у нас плавающая туда-сюда, у нас пациент в анестезии, и, соответственно, с ним легко работать, можно имитировать, скажем так, если у вас есть очень большое подозрение то, что это грыжа, и у вас пациент в наркозе, вы можете надавить на брюшную стенку, выдавить, скажем так, часть желудка, которая как раз и выдавливается, и сделать снимок, и вы увидите вот такой вот тут вот тень. По поводу остальных петель кишечника и желудка у нас тоже особенностей нет, у нас есть ободочная кишка, она наполнена у нас неким содержимым такой смешанной контрастности, да, то есть тут и газовая контрастность, есть и такая мягкотканная контрастность, даже чуть выше мягкотканной контрастности, ну, собственно говоря, стандартная контрастность каловых масс. И наружная стенка также хорошо видна, то есть мы четко знаем, где у нас заканчивается ободочная кишка, Можем ее проследить и измерить ее диаметром. Итак, какие же у нас рентгенологические находки и заключения по рентгену? У нас есть минеральное содержимое в области в проекции желчного пузыря и желчеводящих протоков, что указывает на хронический холецистит. Это уже, скорее всего, тотальное замещение содержимого желчного пузыря неким минерализованным содержимым. У нас есть признаки хиотальной грыжи, это вот это как раз затемнение. Соответственно, если у нас пациент, допустим, находится на лечении и лечение нам не помогает, то следующая диагностика – это гастроскопия, потому что по рентгену все признаки хиотальной грыжи у нас есть. И у нас есть минерализация паренхемы надпочечников, что является нормой у гириатрических котиков. Так, у нас тут в чате что-то появилось. Где вы сходящие, поперечные сходящиеся ободочные кишки, и как найти 12-перстную кишку. По поводу ободочной кишки, для этого нам нужно делать прямую проекцию. И, собственно говоря, на вентродорсальную проекцию. На вентродорсальную проекцию вы прямо ведете по ободочной кишке и, собственно говоря, находите ее отдел. По поводу 12-перстной кишки, снимок делается на левой стороне. Это стандартная правая проекция, пациент лежит на правом боку. Для того, чтобы нам хорошо проследить 12-перстную кишку, нам нужно пациенту провести левую проекцию, сделать. И вы тогда проведете, собственно говоря, 12-перстную кишку, также от пелоруса до, собственно говоря, ее изгибов. И на прямой проекции тоже вы будете видеть хорошо 12-перстную кишку. Она будет расположена достаточно близко к боковой брюшной стенке. Она идет прям пряменько, дальше уже начинает извиваться в петле. Продолжение следует...